И перстом написал эти десять заповедей, дал Моисею. В первый раз Моисей, когда увидел, что народ стал нудодействовать, когда у сорок не было Господа, и вот тогда в отчаянии разбил эти скрижали. И когда второй раз Бог его послал, и опять-таки он написал. И там вот, вы знаете, перстом Божьим, пальцем, вот десять вот этих заповедей на вот этих скрижалях. И тогда Бог сказал, вот эти скрижали тоже ковчегные. Это акация, покрытая золотом. Копорет, копорет, это как покрытие грехов, копора, от слова копора, покрытие грехов. Это чистая крышка из чистого золота и вокруг венец. Над ней из чистого золота два ангела лицами смотрят к крышке, и их крылья покрывают, как будто бы покрывают вот этот ковчег. И когда Моисей приходил говорить с Господом, то слава Господне осеняла это место. И вы помните, как Моисей говорил с Богом лицом к лицу. Ну, как вы помните, сорок лет народ ходил по пустыне, и нужно было переносить с места на место. Значит, все предметы укрывались определенным образом и на повозках. Единственное, несколько вещей, которые носили люди, так сказать, сами, их тоже покрывали, особенно вот ковчег Завета, покрывали несколькими покрывалами так же, как была покрыта скиния, то, что я вам говорила. Несколько слоев разных цветов тканей, и сверху бараньи кожи, и сверху кожи вот этого животного морского. Носили люди на руках. На шестах, но носили на руках. Это на руках они носили этот ковчег, носили минору, вот этот светильник, и носили стол хлебов предложений. А, и медный вот этот самый чан, умывальник. Остальное все разбиралось и на телегах перевозилось с места на место. Вот, вот это я хотела вам рассказать. Если у вас какие-то вопросы...